Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новое видео, наверное, все-таки это будет видео из рубрики Первый взгляд, и сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на крайне необычную игру, как для меня, так и для моего канала вообще в целом. И, если честно, мне даже будет интересно, какой отклик в ваших сердцах и в просмотрах и в лайках эта игра даст. В общем-то, ребят, называется эта игра 9 Обезьян Шаолиня, вот такое у нее интересное название. И, что самое примечательное, друзья, эта игра была целиком и полностью создана русскими разработчиками. То есть, вот у нас есть такое, к сожалению, не, так скажем, совсем хорошее, наверное, да, представление не только о русских автомобилях, но и о русском геймдеве. Но, если честно признаться, я так посмотрел несколько роликов, да, и посмотрел, как другие люди в это играют, и очень даже интересно это все выглядит. Это, знаете, такая игра в стиле битэмап, старые, вот такие, как игрушки раньше были, такое вот реально возвращение к классике. Ну, что-то даже может быть из моего детства. И разработала эту игру компания Бука. В общем-то, они мне ключик также, ребята, предоставили. Спасибо вам, ребят, за это огромное. Я знаю, что вы это видео смотрите. Всем вам огромный привет. И, друзья, у меня к вам сразу же есть идея. Даже не идея, а посыл. Давайте разыграем еще один ключик. Напишите в комментариях, просто любой комментарий. И случайным образом я определю случайного человека и отдам ему ключ от этой игры. Почему бы нет? Итак, ну что ж, давайте. Новая игра. Здесь, кстати, ребята, можно играть в мультиплеере. Есть такой режим 2 игрока. Но мы, ладно, уж, ладно, поиграем, так скажем, в одиночку. Так, ну, выберем, наверное, средний... Далеко на востоке лежит Срединное Царство. Родина великих мыслителей и непревзойденных мастеров. Страна могучих рек, величественных гор и таинственных лесов. Именно посреди этих земель сотни лет назад появился легендарный храм Южного Шаолиня. Его обитатели веками оттачивали свои древние техники, ежедневно тренируя тело, дух и разум. Бесстрашные монахи героически защищали храм как от безжалостных бандитов, так и от ужасных порождений тьмы. Однако настоящим испытанием для них стало нашествие на южные берега страны полчищ Вакоу, пиратов с востока. Когда погрязшая в коррупции власть оказалась неспособна справиться с врагами, защитники Шаолиня решили нарушить свои правила и пришли на помощь в войне. Объединив силы с императорскими войсками, монахи все-таки смогли одержать верх над армиями Вакоу, ценой жизни многих своих воинов. После победы монахи вернулись в стены монастыря, а в прибрежных городах вновь закипела жизнь. Однако для молодого рыбака Вайчена и его деревни одни на пасти сменялись другими, и казалось, не закончится никогда. Опять бандиты? И месяца не прошло. Нужно найти деда, старик наверняка опять в одиночку полез на них. Слушайте, а это прям так достаточно интересно, я хочу сказать. Выглядит, можно играть на клавиатуре в случае чего, да, с мышкой. Можно играть и на джойстике, на геймпаде, на чем вам, друзья, угодно. То есть здесь это все полностью поддерживается. Ну, в принципе, сюжет нам как бы рассказали. Да, давайте мы немножечко, может быть, погуляем по настройкам, посмотрим, что у нас тут по графике. Ну, в принципе, весьма такие стандартные настройки, настройки звука. Давайте попробуем мы чуть-чуть, наверное, прибрать. Я так думаю, что меня, наверное, не слышно. Можно, опять же, различные языки озвучки выбрать, очень интересно. Игровые настройки здесь у нас идут. И здесь настройки управления. Ну, здесь, в принципе, все расписано, то, что нам необходимо. Короче, сюжет такой. Пришли воины, сожгли, короче, нахрен нашу деревню, в которой все было хорошо, классно, здорово и круто. И, в общем-то, наш замечательный Вэй Чен теперь должен вот от простого рыбака, который реально сражается с какой-то палкой в руках, отбивает свое, так скажем, село от наемников, каких-то бандитов и других редисок. И постепенно, постепенно он улучшает свой навык. То есть он становится уже таким лютым воином, который прям вот... Ну, я вам всем покажу Кузькину матч, что называется. Так. Секущий удар. Ну-ка, давай, 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 Бариген. Ну а тебе по башке. Ух ты. Не, ну это да. Это мне напоминает игроки из детства. Есть такое, ребят. Слушайте, а физика приятная. Смотрите, то есть у нас он мало того, что отлетел, он покувыркался, он зацепился за забор, он потерял вот этот свой топор, который отлетел от него. Не, это мне нравится. Я хоть и не сказать, чтобы прям такой... Шалеть, какой любитель вообще подобного вот рода игр, но это интересно. Смотри, как он развалил. Симулятор. Оп, оп, оп. На. Слышь, ты гопота. Ну-ка, иди сюда. На тебе по башке. Давай, до свидания. Все, отлично. Отбились от гопников, идем дальше. Нажмите F, чтобы парировать. Ага, то есть это что-то типа контур удара. Оп, 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 оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нас рыжут. На, на, готов, развалил кабину ему, все нормально, идем дальше. Музыка такая интересная. Враги в броне более устойчивы к атакам. Так, ну давай-давай-давай. Да, я думаю... Ух ты! Стоять. Я думаю, будет гораздо интереснее играть, конечно, в кооперативе в эту всю историю Отлично, прям по кабине дал ему палкой Мне интересно, когда же мы все-таки дойдем до системы прокачки То есть, чтобы еще в целом посмотреть Тычковые удары, отлично Ух ты, ничего себе Ой-ой-ой, меня режут Вы че? Гопота окружили меня, на тебе по башке Да ты отстань от меня, слышишь, да? Ай-яй-яй, бьют, больно, ай-яй-яй Капец они лютые Они тут еще, смотрите, то есть, получается В зависимости от того, наверное, насколько мы прокачаны Ну и, в принципе, в зависимости от того, где мы сейчас находимся У нас и враги, я думаю, тоже будут уже, так скажем, серьезнее становиться Потому что мы видим с какими-то то ножами, то топорами, то с веслами, опять же, как я сам Так, а это что, как? А, мы себе еще и путь должны прорубать Вот было бы прикольно, если бы в этих ящиках и бочках прятались какие-нибудь, я не знаю, штучки Типа там пополняшки здоровья или вот что-то в этом роде Было бы прикольно, на самом деле Да то мне кажется, что меня сейчас натянут Ух ты, нифига На тебе Он в меня плюется еще? Ааааа, собака ты! Все, смерть, пацаны Ну давайте попробуем вернуться в лагерь А, и мы, собственно, выходим, получается, сюда Короче, друзья Блин Я только-только разыгрался, они меня замочили Не, ну это как-то, я не знаю, прямо они такие жесткие Короче, это серьезная игра вот для двух человек чтобы реально в кооперативе вместе играть это будет куда веселее и битом битом об жанр можно сказать ожил что ли потому что с такой в принципе приятной графикой на самом деле давайте уж так по фактам с очень крутой звуковой системой очень крутой звуковой системы музыка вот эта вся эта уже атмосфера где она создает просто полное погружение чувствуешь да что ты там бьешь палкой там бьешь так бьешь сяк бишь по голове бишь по броне то есть это ты различаешь физика меня очень опять же удивило рад голову такие всяческие то есть не ну сделано на самом деле круто но играть все-таки наверно лучше вдвоем потому что я думаю что на более высоких уровнях сложности как бы уже без вазелина не обойдется что называется короче друзья для заинтересовавшись и ссылку оставлю в описании в любом случае комментарии для вас открыты вы можете совершенно спокойно выиграть эту игру просто напишите какой-либо комментарий и все ну и ради так скажем бонуса мне поставьте пожалуйста лайк там на канал подпишитесь ну вы все прекрасно ребята знаете все друзья пока пока увидимся все